Библейский портал экзегет.ру представляет 10 глава Евангелия от Иоанна Я читаю для библейского портала экзегет свой перевод В 9 главе у нас была история про исцеление слепа рожденного Очень такая цельная, хорошая, короткая глава И там рассматривалась проблема греха и страдания, болезни, смерти Ну и суда, соответственно, как наказание за этот грех Не буду всего пересказывать, но с самого начала задается лейтмотив Этот человек родился слепым, чтобы на нем явились дела Божьи Дальше Иисус его исцеляет, это с одной стороны А с другой стороны он принимает Иисуса, то есть и то, и другое это дела Божьи И вот такой прекрасный пример А другие не принимают По крайней мере те, кого мы видели в 9 главе В основном фарисеи, которые спорят и не хотят видеть в Иисусе Мессию Христа А в 10 продолжается речь, которую Иисус обращается Ну вроде как формально к фарисеям Хотя, видимо, ко всем Аминь, аминь, говорю вам Кто входит в овчарню, не через дверь Кто пробирается внутрь иначе, тот вор и разбойник А кто входит через дверь, тот пастух овечьего стада Сторож открывает ему дверь Овцы слушают его голос А он, называя каждую, по имени выводит наружу О, какой пастух, да, каждую овечку знает по имени И когда он выведет всех своих, то и сам идет впереди А овцы следом за ним, ведь его голос им знаком За чужаком они так не пойдут Они от него убегут, ведь голос чужака им не знаком Такую притчу рассказал им Иисус Но они не поняли того, что он им говорил Мне кажется, мы тоже не очень понимаем Ну да, у домашних животных есть хозяин Ну или пастух в данном случае Они его узнают и слушаются Ну и что? А Иисус продолжил Аминь, аминь, говорю вам Я дверь для овец А почему дверь, а не пастух? А смотрите, люди, с которыми он говорит, это фарисеи Они сами себя считают пастухами для стада Да, они себя на эту должность назначили Он им говорит А вы как входите? Вы залезаете там через окошко, найдя какую-нибудь дырочку, да Тайком, чтобы украсть Или вы открыто входите через дверь Так учтите дверь, это я Почему за вами не идут овцы? А почему ваш авторитет стремительно рушится при моем появлении? А, наверное, вы не пастухи Хотя себя ими считаете Я дверь для овец Все, кто приходили до меня, воры и разбойники И овцы их не послушались О ком он конкретно говорит, неизвестно Но, судя по всему, о людях, которые называли себя мессиями Или, по крайней мере, пытались занять это место А я эта дверь То есть даже я не пастух, а я дверь Еще более базовая вещь Пастух только входит через дверь И кто войдет через меня, будет спасен Он и войдет, и выйдет обратно, и пастбище себе найдет И хочется сказать, и станет пастухом, но этого здесь не сказано То есть, ну, можно такой вывод сделать, экстраполировать Вор приходит лишь для того, чтобы украсть, зарезать, погубить А я пришел, чтобы они обрели жизнь и обрели ее в изобилии Я пастырь добрый Ну, вот уже и образ пастуха Не надо быть строгими к притчам Очень часто в них образы как бы так меняются местами Но сначала все-таки дверь Я пастырь добрый Пастырь добрый жизнь свою отдает за овец Снаемник он не то, что пастырь, ведь овцы ему чужие Видит он, как подкрался волк и бежит, бросив овец А волк терзает и разгоняет стадо Он ведь наемник, да, овец ему нет дела А я пастырь добрый, я знаю своих, а мои знают меня Интересно, а кто здесь наемник? Фарисей, потому что получает плату Наверное, или вообще человек, для которого Пасение овец – это, ну, профессия, да Способ заработать на жизнь Он наемник А я пастырь добрый, я знаю своих, а мои знают меня Кто знает, как знает меня отец, так и я знаю отца И жизнь свою отдаю за овец Казалось бы, при чем здесь отец, да Я знаю своих, они знают меня, это про овец Но одновременно я знаю отца, потому что Стадо же кому-то принадлежит Пастух, он не хозяин стада Он лишь тот, кто стадом руководит Отец, очевидно, хозяин Но есть у меня и другие овцы из иной овчарни Их я тоже должен привезти Будут они послушны моему голосу Будет единое стадо и единый пастырь Вот, пожалуй, первый раз мы встречаем в Евангелиях У Иоанна, у синоптиков было Указание на других неевреев На тех, кто тоже присоединится к этому стаду Из других овчарин, как тут сказано Потому и любит меня отец, что я отдаю свою жизнь Чтобы вновь ее обрести Никто не лишает меня жизни Я отдаю ее по собственной воле В моей власти ее отдать В моей власти ее вновь обрести Такую заповедь получил я от отца моего Ну вот, по мере приближения к финалу К смерти и воскресенью мы все чаще видим Эти указания, эти пророчества о грядущей смерти И очень важно, он подчеркивает здесь Что это воля отца и его готовность А не просто вот какие-то злодеи там собрались Что-то решили, убили его Среди иудеев начался раздор по поводу этих его слов Многие из них говорили Это он беснуется и бредит Что вы его слушаете? Другие отвечали Это не речь бесновата Разве бес может даровать зрение глазам слепого? Вот у некоторых есть, по крайней мере, четкое понимание по плодам Да, вот что-то происходит, надо смотреть, что из этого получилось А другие просто от себя отгоняют полностью Всякую возможность того, что это будет иначе Настала зима В Иерусалиме праздновали обновление храма Это праздник, который сегодня называется Ханука В честь заново освященного храма после восстания Маковея В 165 году до нашей эры И, очевидно, Иисус опять пошел в Иерусалим на праздник Кстати, интересно, что праздник Ханука Он совершенно в христианской традиции неизвестен А мог бы праздноваться Это же еще ветхозаветная история Хотя вот книга Маковейская, три Маковейские книги Они не совсем канонические, но в Библию входят Ну, ладно, это уже такое отступление Так, в Иерусалиме праздновали обновление храма Иисус прогуливался в храме по Соломоновой галерее Ну, то есть открытый портик с колоннами Где, очевидно, было удобно гулять и беседовать И вот его окружили иудеи и стали спрашивать Как долго еще ты будешь унимать из нас душу? Если ты Христос, прямо так нам и скажи Вообще-то говорил Но им нужно вот, чтобы все было как-то четко и определенно Вот не хотят они угадывать, сомневаться А ему не нужно, чтобы это было Вот, стройся раз-два, смирно равняйся И вперед пошли стройными рядами Пусть люди сами примут это Иисус им ответил Я вам говорил, но вы не верили Дела, которые я творю во имя Отца моего Вот свидетельство обо мне Но вы не верите, ведь вы не из числа моих овец Овцы мои слушают мой голос Я знаю их, и они идут вслед за мной А я дару им жизнь вечную Вовек они не погибнут Их никто не вырвет из моей руки Дальше Богослов будет долго спорить о предопределении Кто предопределен ко спасению К тому, чтобы пойти за Иисусом Стать христианином Но и здесь он фактически говорит Что есть те, кто мои овцы Но он не указывает, как они были отобраны Просто вот есть мое стадо, а есть не мое И голоса не мои не слушают Отец мой, который мне их дал Вот все-таки воля Отца здесь явно присутствует Он превыше всего И никто не сможет их забрать из руки Отца Я и Отец одно Он их спрашивает Они его спрашивают Простите, ты Христос? А он отвечает Я и Отец одно То есть он не просто называет себя Мессией Но называет себя равным Богу Тут иудеи схватили камни, чтобы его забросать Только что спрашивали, ты ли Христос? Но ответ их не порадовал Да вот Ну не так он отвечает, как они хотят Но Иисус им сказал Много добрых дел от Отца я вам показал За какое из этих дел хотите забросать меня камнями? Иудеи ответили Нет, мы забросаем тебя за камнями не за добрые дела За богохульство ты, человек, отделывающий себя равным Богу Это действительно в книге Левит предписано Побиение камнями за богохульство Но смотрите Вот то, что делает Иисус То, что происходит, их не очень интересует Их интересует вот такой словесный комфорт Чтоб все говорилось так, как они привыкли Чтоб говорилось Иисус им на это сказал Разве не так написано в вашем законе Я сказал, вы Боги Это цитата из 81-го псалма Богами здесь названы те, к кому обращено Божье слово И Писание при этом не приложено То есть его никак нельзя отменить И вот тому, кого Отец осветил и послал в этот мир Вы говорите, ты богохульствуешь за то, что он сказал Я сын Божий Если я не творю дела отца моего Не верьте мне А если творю, то мне можете не верить Но верьте делам Тогда поймете и будете знать Что Отец во мне и я в отце Вот снова и снова этот принцип Верьте делам Кто что говорит, это вторично Важно, кто что делает Тут они снова собрались его схватить Но он ушел у них прямо из рук Он снова отправился на другую сторону Иордана Туда, где прежде совершил крещение Иоанн и остался там К нему приходило много людей Они говорили Иоанн не совершил никакого знамени Но все, что Иоанн сказал об этом человеке, истинно Много людей там поверило в Иисуса Вот смотрите Опять он уходит в момент, когда его готовы уже убить И тоже такое трагическое несовпадение Когда в Иерусалиме, в храме Не удается в него поверить людям А уйдя туда, оказавшись в другом месте Он наоборот собирает вокруг себя людей В данном случае даже не своим авторитетом А авторитетом Иоанна Крестителя Но это в данном случае не так уж и важно Потому что, окажется, поверить можно И по чужим словам Как вот самаритянка в городе, где был Иисус Привела к нему людей И они тоже в него поверили Хотя изначально, наверное, совершенно не собирались этого делать Но приближается, уже мы на середине Евангелия Практически и приближается распятие Приближается воскресение А значит и приближается история О победе над смертью Которая будет рассказана в следующей 11 главе Продолжение следует...